Сейчас залп пуст, но через несколько секунд он будет битком. Я свободен, но это совершенно не важно. Участницам, которые выйдут на эту сцену, будет совершенно не до меня. Они будут бороться за титул «Жемчужины Сибири». Суета в гримёрке – предвестник конкурса красоты. Визитки и творческие этапы позади. Впереди дефиле – этап, который нужно во всех смыслах пройти безупречно. У студентки Анастасии Вознюк опыт участия в подобных состязаниях есть, но победить хочется. Хождение по репетиционным мукам себя оправдывают, обрела уверенность перед публикой. Самое главное усилие – это найти на это всё время и силы, потому что у нас у всех есть своя личная жизнь, увлечение, работа, семья и тому подобное. Поэтому самое сложное – это было приезжать поздно с репетистами. Допустим, касаемо меня, я приезжала в 11-12 часов ночи, и до 3-4 утра я готовилась к урокам, ну, в плане как учитель. Поэтому мне было сложно. Я спала весь месяц по 2-3 часа. Конечно, мне не видно, вроде бы. Не видно. Ну вот. Это моя способность, наверное. Один из этапов конкурса – творческие номера. Участницы представляли свою национальную культуру, многих выручали умения из повседневной жизни, но, опять же, одного таланта для победы было мало. 90% участниц раньше не участвовали в таких мероприятиях, не выступали на сцене. У меня был опыт работы на сцене как танцор, я танцовщица профессионально, участвовала в чемпионатах. Да, я умею танцевать, но я, допустим, не умею разговаривать. Да, я теперь научилась представлять себя. Это как детская мечта и конкурсы красоты. И потом я уже со временем поняла, что это про развитие, про внутренний какой-то рост, и это для меня какое-то будущее, потому что я хочу как-то дальше связываться с этим. Красота, говорят организаторы конкурса, понятие субъективное, поэтому в жюри около 10 человек. Как водятся, бизнесмены, представители индустрии красоты, иногда и то, и другое. Кстати, у мужчин исключительного права голоса нет, могут быть предвзяты. Мужчины в основном, они визуально оценивают девушку, насколько она юна, молода, а мы уже немножечко по-другому. Николай, ты самый лучший, я верю в тебя, у тебя все получится. На самом деле мы просто сделали вывод из конкурса красоты. Самое главное не смотреть на картину по кусочкам, главное оценивать красоту целиком.